Вторая смерть за неделю. Долгожданный ремонт дорог и кадровые перестановки. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Аделя Сиразова. Здравствуйте. Очередное ДТП со смертельным исходом. 25 апреля примерно в 10 часов вечера на автодороге Шереметьевка-Нижневротьма-Благодатная произошел наезд на пешехода. Боитель 14-91 года рождения направлялся в сторону Нижнекамска и избил 35-летнюю женщину. Боитель попытался изжать столкновение, нажал на тормоза и машина правой дверью все-таки задела пешехода. Пешеход скачался на месте. С приходом полноценной весны в Нижнекамске начинается капитальный ремонт дорог. В этом году на эти цели из республиканского и городского бюджетов выделено порядка 340 миллионов рублей. Эти средства пойдут на завершение ремонта дорог по улице Первопроходцев и Менделеева, а также на строительство транспортного кольца на перекрестке Миростроителей. Об этом сегодня говорили на деловом понедельнике. На улице Симбике прошла акция «Лес Победы». Всего высадили около 70 саженцев. В мероприятии приняли участие ветераны, волонтеры, кадеты и представители администрации. Как отметил мэр города Айдар Медшин, теперь главная задача сохранить саженцы, чтобы в будущем на этом месте создать парк отдыха. Сразу две кадровые перестановки произошли в мэрии. На заслуженный отдых отправилась начальник отдела по охране окружающей среды Альфия Мутыгулина. На ее место назначена Ольга Чернышева. Она уже руководила отделом ранее, сейчас вернулась из декретного отпуска. И еще одно изменение. На должность начальника организационно-кадрового отдела совета НМР назначена Гульгина Шамбазова. Ранее она работала в управлении социального развития Нижнекамска «Нефтехима». В Кирове стартовал финал юниорской хоккейной лиги. Напомню, что «Нефтехимик» занял второе место в дивизионе по Волжье. В первом матче группового этапа нижнекамцы в серии «Буллитов» переиграли омских «Ястребов» 5-4. А накануне уверенно разобрались с Хабаровским «Амуром» 6-1. Сегодня нижнекамцам предстоит сыграть с капитаном из Ступина. В случае успеха наша команда выйдет в плей-офф. О погоде сейчас в Нижнекамске плюс 8 градусов, к вечеру похладает до плюс 4. Итоги коррупционной проверки об интересной находке Александра Комарова, напомню, наш коллега, находится на раскопках в Смоленской области. Обо всем этом и не только в начале 6-го. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-13-13. Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!